И философия хозяйства, где мы сегодня оказались, она очень близка с философией и целями нашей компании, поэтому спасибо большое, что пригласили, спасибо Сергею Васильевичу, спасибо Алексею Сергеевичу, Виктору Корнеевичу, значит, мне очень понравилась презентация Алексея и вот небольшая пища для, не вижу, где она есть, вот и небольшая пища для размышлений, у него был там слайд, где показано, что бактериями питаются простейшие, на самом деле есть такая ученая Кристин Джонс, вот можете поискать ее работы и по-моему у нее это было, что она открыла такой эффект несколько лет назад, может быть не она, но она рассказывает об этом, называется ризофагия, это процесс пожирания бактерий растениями, то есть бактерии погибают, оставляют после себя питательные вещества различные и растения с помощью своих корневых выделений может усваивать то, что остается от бактерий, ризофагия, очень интересный момент такой. И у него еще был один слайд, там было написано, что растение и почва одно целое, я бы туда добавил еще растение, микробиота и почва одно целое, вот так. То есть без бактерий растение не смогут усваивать то, что находится в почве. Ну а теперь позвольте перейти к основной теме моего доклада. Мы, да, можно два слова наших компаний. Группа компании «Аргенса», возможно вы ее слышали раньше, как малом инновационном предприятии «Кубанские агротехнологии». Десять лет назад профессор Котлеров Владимир Владиславович основал эту компанию, сегодня компанией руководит уже его сын Котлеров Денис Владимирович, доктор сельскохозяйственных наук. И мы растем, развиваемся и в сторону биологизации, и экономии. То есть наши клиенты, а их уже больше 450 по всей стране и по зарубежью, ближнему и дальнему, они обрабатывают в общей сложности более 500 тысяч гектар. Это средние крупные фермерские хозяйства и есть несколько холдингов, с которыми мы работаем. Так вот, мы стремимся к биологизации, сельхозпроизводству, к экономии, но мы не можем уйти от гербицидов. Это на сегодняшний день, я думаю, ясно всем. И сегодня я буду говорить о самом распространенном гербициде, группе гербицидов, о глифосатах. Я так понимаю, что, конечно же, вы все ими работаете. Очень приятно было услышать, что вот сегодня Алексей Сергеевич сказал, что они используют норму 1.1-1.35 литров на гектар. Вот, коллеги, можно, чтобы я понимал, а кто использует большие нормы? Поднимите руку, пожалуйста. Больше. Вот, так, может быть, есть кто, кто использует, допустим, систематически 3 литра. Поднимите, 3 литра. Нет, да? Вот, в основном меньше. Ну, здорово, хорошо. Я думаю, что все равно мой адекват для вас будет полезен. Итак, как снизить глифосатную нагрузку по технологии науки? Чтобы снизить глифосатную нагрузку, соответственно, нам нужно снизить норму глифосата. Но нам нужна эффективность от этой обработки. Соответственно, мы делаем вывод, что нам нужно повысить эффективность при снижении нормы. Либо повысить эффективность, если норма и так у нас низкая. Потому что это в любом случае будет экономия средств. Итак, глифосат. Здесь уже говорили сегодня, что в будущем возможен отказ от глифосата. И некоторые, некоторые страны Евросоюза на сегодняшний день отказались от глифосата. Но, как нас уверен наш коллега из Евросоюза, ближайшие 5 лет беспокоиться не о чем. То есть, то, что будет отказ от глифосата. На сегодняшний день пока эта картина нереальна. То есть, глифосат пока будет. Он самый распространенный на сегодняшний день кирпицит и востребованный во всем мире. И к 2023 году, по прогнозам, его продажи достигнут 9,5 миллиардов долларов. Что сопоставимо с бюджетом небольшого государства. Мы знаем, что очень много зарегистрированных торговых парок глифосата есть на сегодняшний день. И, конечно же, мы все знаем, что цены значительно выросли за последнее время. Вот, посмотрите, пожалуйста, на эти данные. Я здесь постарался собрать данные от разных дистрибьюторов, от разных производителей. Я скомпоновал эти препараты по концентрации действующего вещества. Вы видите в этой таблице. Дальше идет средняя цена. Это цена не прайсовая. А это цена, по которой, как правило, происходит уже отпуск конечному покупателю. Вам от дистрибьютора, например. И, соответственно, для данной концентрации соответствующая норма расхода. И последняя два столбца – это минимальная сумма, которую вы расходите на гектар при обработках. И максимальная, соответственно, сумма, которую вы расходите при обработках на гектар. То есть примерно получается вот такая картина. Вы можете посмотреть, что от 1168 рублей на гектар до 4500 рублей на гектар где-то вот составляют ваши затраты. Я прав, коллеги, что вы попадаете вот где-то в этот промежуток по цене на гектар. На гектарную обработку. Ну, плюс-минус. Молчание – знак согласия, да, подразумеваю, что примерно в этом диапазоне. Дешевле. Дешевле, да? Какой конкретно дешевле? Концентрация какая? И небольшой плюс. Чуть больше нижней. Ну, тем не менее, да, где-то вот в этом промежутке. Хорошо. Итак, у нас задача уменьшить стоимость гектарной обработки путем снижения нормы глибо сада без снижения или с повышением эффективности. Вот такая задача. Прежде чем я перечислю 7 основных факторов, которые влияют на эффективность обработки, 7 основных факторов, чуть-чуть давайте углубимся в химии. Немножечко. Это один слайд будет. Итак, немного химии. Глифосат – это кислота, но в чистом виде глифосат не выпускается, потому что это нестабильное соединение. Поэтому он выпускается в виде солей. Как правило, это либо глинина, либо изопропиламинная соль. Это самое распространенное. Что происходит, когда мы препарат начинаем растворять в рабочем москворе? Происходит такая вещь, как диссоциация молекул. Что это значит? Это значит, что молекула начинает разделяться на две части. Обратите внимание. Есть кислотный остаток, который и является действующим веществом. И вот этот кислотный остаточек, он и должен проникнуть в растения, в корни, в самые далекие корни. И второй остаток положительный, да, катион, в данном случае мы видим, калий и изопропиламин. Но что такое диссоциация? Это разобществление. То есть они в водном растворе тоже становятся нестабильными. И если в воде у вас есть определенные факторы, которые могут повлиять на то, чтобы вот эти остатки соединились с чем-то другим, то эффективность у вас упадет. Запомним этот слайд и двигаемся дальше. Итак, семь факторов, влияющих на эффективность глифосатных обработок. Коллеги, я здесь упомянул один из наших препаратов, да, который мы применяем для повышения эффективности. Но это будет лишь один из факторов. Даже если вы не будете приобретать наш препарат, а просто учтете все то, о чем я сейчас расскажу, вы уже либо сможете снизить норму глифосата, которой работаете вы, либо увеличить эффективность той нормы, которой вы работаете. Итак, первый и самый важный фактор, это, конечно же, вода. Кислотно-щелочной баланс, PH, просто важней даже не придумаешь. PH для глифосатной обработки должен быть слабо-кислым, 5,5-6. В Краснодарском крае, как правило, PH воды от 7 до 8, то есть это слабо-щелочной. Я не знаю, в Крыму какой самый распространенный PH воды, подскажу. Такой, можно. Примерно такой же? Да. Хорошо, примерно такой же. Вот, теперь вспоминаем слайд про химию. Я вам сказал, что глифосат это кислота, и ее кислотный остаток должен проникнуть в самые глубокие корни. Что происходит, если мы смешиваем щелочь, щелочная следа воды, и кислоту? Они нейтрализуются. Они нейтрализуют друг друга. То есть какая-то часть глифосата будет дезактивирована. Вы даже можете на сайтах крупных компаний-производителей прочесть информацию, что самый оптимальный PH для работы не только глифосатом, но и другими средствами химической защиты растений. Они рекомендуют, чтобы он был 5,5-6. Это не только для глифосатов. Даже если вы просто будете свой PH в раме до 5,5-6, то уже эффективность ваших обработок не только глифосаток, но и других, она повысится. Дмитрий Александрович, минутка у вас. Да. Минутка? Уже есть раз, мы ее увидим, да. Ну, у меня еще, можно сказать, что немного. Да, еще 6 факторов. Ну, ладно, хорошо. Итак, хорошо, жесткость, содержание солей, желчноземельных металлов, наличие органических примесей, коллеги, тогда не получится мне раскрыть полностью, да, то, что я собирался вам рассказать. Но оптимальное решение, которое мы предлагаем, группа компаний-агенций, это артопосорная кислота. Сейчас куча разных там кондиционеры продаются там для воды, какие-то там корректоры, PH-корректоры и так далее. Они все стоят порядка 300 рублей за литр. Расход у них там литра 2-3 на тонну воды, считайте 900 рублей. Артопосорная кислота у вас обойдется от 100 до примерно 500 миллилитров на тонну воды. А артопосорная кислота стоит сейчас примерно 200 рублей в среднем за килограмм. Она по килограмм продается. Вот, поэтому это самый дешевый и самый эффективный способ. За 10 лет нашей работы, а мы этим препаратом и вот этой темой повышения эффективности глифосатных обработок занимаемся в 10 лет, мы нашли оптимальный способ. Это артопосорная кислота, очищенная 85%. Вот, приобретите себе PH-метр вот такой, он стоит недорого. И не нужны вам никакие там лакмусы и так далее. То есть у вас есть PH-метр, меряйте свою воду, корректируйте до 5,5 и этой водой работаете. Далее. Фактор 2. Условия внешней среды. Первое. Интенсивность транспирации. Транспирация, коллеги, это, если очень просто и коротко сказать, испарение воды растением. Но, чтобы ее испарить, растению сначала нужно по своим капиллярным сосудам поднять вместе с ксилемой, поднять эту воду. И уже давно, давным-давно измерено в учебниках, там еще 60-х годов, такие графики есть. Это интенсивность транспирации в течение суток. Обратите внимание, что полдень практически при всех условиях интенсивность транспирации максимальная. Что это значит? Это значит, что в растении в этот период суток преобладают восходящие процессы. Это значит, что если вы обработали вот здесь примерно, в начале дня, вот здесь, то какая-то часть значительная у вас просто испарится с поверхности растения. Потому что просто интенсивность восходящих потоков в растении преобладает. Итак... И так... Закругляемся у нас... Ну, пролистайте, пролистайте просто, чтобы... Хорошо. Все. Оптимальное решение – это обработки вечером и ночью коленей. Ну... Давайте дальше. Это только второй. Фактор 3 – особенности сорняков. Фазовый плосковой налет формы и покров листа. Оптимальное решение – используйте прилипатель, если его нет в составе глифосата. Вот. Фактор 4 – завышение нормы. Глифосат просто начнет работать в зеленой части листа, израсходуется там, убьет зеленую часть растения, сделает десекацию, но не проникнет в корни. Фактор 4 – вот здесь решение обеспечить именно транспорт. И вот здесь пятый фактор – вот добавки. Вот если кто-то использует 2,4-д, дикабр, сульфат, аммония, карск, арбамид, коллеги, ничто из этих препаратов не обеспечивает транспорт лифосатов корни. Все вот первые две добавки, они, ну, практически, знаете что, увеличивают визуальный эффект. Особенно, если применяете их, там, больше 200 мл на гектар. Они просто сделают десекацию, не уничтоживают корни. Говорите сразу, вам вреду не дадут. Да. Решение – это использует наш прокус универсал глифосат. Это усилитель действия глифосата. Именно он обеспечивает транспорт в корни растения. Благодаря этому препарату нашему, вы можете снизить норму глифосата в 2-3 раза от существующих. Тем самым глифосатная нагрузка в вашей работе, она на почву, на все, она снизится. И самое главное, вы сэкономите очень большие деньги. Мы продаем этот препарат уже 10 лет, с него начался наш бизнес вообще. На сегодняшний день это самый продаваемый препарат. А теперь задумайтесь, в этом сезоне продажи данного препарата у нас возросли более чем в 2 раза. И буквально вчера произошла у нас историческая сделка. Мы заключили контракт с европейским холдингом, который входит в десятки крупнейших холдингов Евросоюза. И вот у нас произошла обгрузка, и эта сделка, ну, самая большая в истории компании. Вот именно этого препарата. Сколько стоит? Стоит этот препарат, да, ну, это вот действие, его следующий слайд как раз-таки стоимость. А, ну, технологический. Сейчас, секундочку. Стоит он, вот, вот слайд, да, стоит он 18 рублей за грамм. Расход его 11 грамм на гектар. То есть это высококонцентрированный препарат. Состоит он из комплексов экзогенных клеточных метаболитов. Проще сказать, да, аминокислотный комплекс. Специально подобранных аминокислот. Он за 10 лет усовершенствовался. То есть не такой, как был изначально. Вот, эффективность его на игру не высокая на сегодняшний момент. Стоимость на гектар 198 рублей. Самого препарата. Все, поэтому, да. Это примерно клиенты, вот список клиентов, кто его берет постоянно, вы можете посмотреть. Есть вопросы, Медведь Александрович? Спасибо. Этот препарат работает. Ребята, у нас в хозяйствах работает. Ни один сорняк не выживает. Просто этот препарат заставляет усиливаться амином веществ. Это там аминокислоты, это их ноу-хау. Амин веществ усиливается, и глифосат в корень уходит. И уничтожается все. Где-то 3 литра остаются отдельные. 1,5 литра, и плюс этот препарат, он сказал 200 рублей, сколько 1,5 литра глифосата стоит, но это было 97. Это было 97.